И вот что тебе нужно сделать. Сперва сбри волосы, затем оденься полностью в черное, носи белый халат, употребляй только кошерную пищу, необходимо стать вегетарианцем, смотришь в сторону Иерусалима, когда молишься, смотришь в сторону Индии, произносишь молитвы только на иврите, а также выращиваешь хорошую большую бороду. И если соблюсти все эти внешние культурные требования, то обнаружишь Бога Вселенной. Я думаю, что это безумие, когда кто-то думает, что на Бога влияют культурные особенности. Бог не будет впечатлен твоим одеянием, и для Него не важно, куда ты смотришь, когда молишься, или что ты кушаешь, и все тому подобное. Мне казалось, что если и есть где-то там Бог, которого можно познать, то Он будет явным для человека вне зависимости от того, куда направлено мое лицо, или как я буду одет, потому что Он – Бог. В детстве нам всегда объясняли, что у нас своя Библия, а у язычников – и их Библия – Новый Завет. И это полностью разные, противоположные книги. Единственными людьми, о которых я знал, что они верующие во Христа, были итальянские дети-католики. Поэтому мне казалось, что Иисус был итальянцем. Когда я узнал, что Христос был иудеем, я был в шоке. И еще больше поразился, когда узнал, что Новый Завет написали тоже иудеи. Я и поверить не мог. Мои дедушки и бабушки учились, что Новый Завет – это пособие о том, как нужно устраивать травлю на иудеев. Держись от нее подальше. Ничего больше от этой книги я и не ожидал. Конечно, когда тебе говорят держаться подальше от чего-нибудь, то тебя одолевает любопытность, и ты идешь посмотреть. Когда я открыл Новый Завет, то ожидал увидеть план гонения на евреев. Мои предки предупредили меня, что эту книгу написали люди, убивавшие евреев. Когда я открыл Новый Завет, то именно это я ожидал увидеть. Но оказалось, что там история, написанная евреями о еврейском народе. Это оказалась удивительная книга. Я скрывался с Новым Заветом в библиотеке, чтобы никто из моих друзей меня не увидел, чтобы никто и не узнал, что я беру христианскую Библию с полочки. Открываю Новый Завет. И первая строка гласила, «Родословие Иисуса Мессии, сына Давидова, сына Авраамова, Матвея 1.1». Здесь упомянуто три человека, и все они евреи. Я был весьма шокирован. И продолжая читать, я увидел историю еврейского человека, который родился в еврейском поселении, в еврейской стране, и он однажды вошел в синагогу и объявил, что он – Мессия. Чем больше я читал Слово Христово, тем больше меня к Нему влекло. Это было самое прекрасное Слово во всей Библии. Ничего подобного никогда не читал. Когда я уверовал, что Иешуа – это Иисус Мессия, то кажется, этот поступок очень по-еврейски логичен. Это личность. Нет ступник и не враг нашему народу, а именно тот, о котором говорили пророки в нашей Библии. 53 глава Исаии потрясает до основания. Если бы даже Библии не было рядом, и вы прочитаете только эту главу, то вы бы сказали, что это какая-то христианская Библия. Это же о Христе написано. Но затем вы поймете, что об Иисусе написано посреди нашей еврейской Библии. Когда я уверовал, то не осмелился рассказать об этом моему отцу, потому что это был период 1970-х годов, когда разные секты росли как грибы. Была масса гуру и культов. И отец очень волновался, чтобы меня не втянули в сомнительную секту и не увели совсем. Поэтому я ожидал месяцами, и наконец, когда осмелился сказать, то он был настроен очень скептически. Но отец стал самостоятельно читать книгу об Иисусе. Спустя полтора года я сказал ему, что автор той книги, которую он читал, будет скоро читать лекции в Нью-Йорке. И отец согласился пойти туда и послушать того человека. Это был один из самых чарующих моментов в моей жизни, когда спикер попросил следующее, «Если вы еврей, верующий во Христа, поднимите руку». Я поднял руку, и мой отец тоже поднял руку. Я посмотрел на него и говорю, «Пап, он сказал не всем евреям руки тянуть, но поднять руку только тех евреев, кто верит в Иисуса». Но Папа посмотрел на меня и ответил, «Да». Я слышал, что он сказал. Решение поверить в Иисуса Мессию не было резким и спонтанным. Также это и не мимолетное увлечение. Я вижу перемены внутри меня, и я знаю, что это не мое, но Божья работа. И это могущественная истина для всего еврейского народа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова